25 октября состоятся выборы в местные советы. Поскольку они будут проходить по новому избирательному кодексу, мы попросили председателя Ренийского гортия разбиркома еще раз объяснить правильность заполнения бюлетеней. Голосовать люди будут за четырьмя видами бюлетеней. Это выборы до областной ради, районной ради, міськой ради и, соответственно, в нашем случае, в городе. А выборы будут действовать за открытыми списками до каждой ради. Например, вы видите образ нашего бюлетеня, который позволяет выбрать, кроме политической партии, конкретного кандидата от этой политической партии, которого поддерживает выборец. Для этого, первое, что должен сделать выборец у бюлетеней такого вида, это бюлетеней міськой ради, районной ради и областной ради. Проти политической партии, до которой у выборца есть вподобание, он проставляет позначку «плюс», «галочку» або іншу позначку в порожньому квадратику. То есть это первые квадратики, ось эти порожні. Он выбирает политическую партию. Если после выбора выбора выборец выборец хочет дополнительно поддерживать какого-то кандидата от этой политической партии, то у соседнего квадрата он проставляет порядковый номер этого кандидата в соответствующем выбору. Главное, что нужно запомнить, первое, выбираем политическую партию, делаем позначку, потом на додаток, если мы поддерживаем конкретного кандидата, делаем другую позначку біля квадратику с выбранной партией в виде цифры. Представляя номер кандидата, можно использовать любое начертание цифры. «Передбачается индексный шрифт, тобто люди будут писать индексными шрифтами. Проте, если выборец не имеет возможности написать индексным шрифтом, он означает звичайной цифрой в цьому квадратику номер кандидата, которого он поддерживает. Если есть позначка в конкретном квадрате политической партии и несколько позначек в додатковом, то вважается, что будет поддерживать весь территориальный список соответствующей политической партии». Какие ошибки нельзя допустить? Варіанти, которые будут недействительными. Это, если выборец, как сказано в этом образе, поддерживал две политические партии одночасно. Такий бюлетень є недійсним. Або не підтримав жодної позначки. Такий бюлетень є недійсним. Самым простым будет бюлетень со списком кандидатов на пост Ренийского городского голови. Напомним, что кандидатов у нас шесть. В бюлетене фамилии расположены в алфавитном порядке. «Коротенький рожевый бюлетень, в котором на бюля прізвище, имя та по-бацькове, кандидата, которого он выбирает на посаду міського голови, он представляет плюсы, галочку або будь-якую иншу позначку, что засвечивает его воле выявления. У разу, если таких позначек будет больше, чем одна, то такой бюлетень вважается зипсовым». Аплодисменты.